На контроле масштабной стройки спортобъектов по области. На все ли есть деньги? Везде ли определен подрядчик? Начались ли работы? Об этом спрашивали депутаты. Успешная антреса, Сураж, Климова, Суземка, стадион Десна в Бежице. Губернатор Александр Богомаз додавил решение вопроса по дворцу единоборств. Были бы федеральные средства? Области сегодня бы начала стройку. Все по поручению губернатора было готово. Один миллион рублей был предусмотрен на дворец единоборств в советском районе города Брянска. На данный момент на оттябрскую сессию будут вноситься изменения. По этому миллиону будет снятие 2018 года. Биллион этот будет перенесен на 2019 год. Если будет конкретика по финансированию федерального бюджета, то будет рассматриваться со финансированием областного. Вопрос по Карачеву. Подрядчик на стадион Снежить определился только в сентябре. И по Новозыпковской дюзш номер один. Надо менять полы. Об этом Дмитрий Пешихонов не раз поднимал вопрос. Если копнуть глубже, ответственный муниципалитет, школа на его балансе. Но для спортсменов бюджетная принадлежность не важна. А потому вместе обсудили варианты нужного ремонта. Вопрос о бассейне на Володарке. Когда наполнили ванну, то перелив в ванне абсолютно не работал. И вода растекалась по всему бассейну. И, естественно, когда я туда приехал, там грязь. То есть, когда начинается фильтроваться вода, и переливы не работали. В настоящий момент это устранено. Открытие перенесли на ноябрь. Озвучили жалобы от местных пловцов. Вроде не пустят спортшколу «Дельфин» на воду на постоянной основе. Поручение депутатов разобраться. Каждый вопрос в деталях. Объекты-то мы строим. Теперь вопрос о сохранении этих объектов. Чтобы они были в надлежащем виде. Чтобы это поставить на баланс. Чтобы это был постоянный ремонт. Чтобы они не превращались со временем в разрухе. И опять мы будем вкладывать деньги. Этот вопрос очень был жестко поставлен. Сегодня вы это слышали. Не только по таким огромным большим объектам, но и по дворовым территориям. И по так называемым площадкам воркаута. Повод для жесткого разговора – сохранность доступных объектов. Предыстория. На площадке не только занимаются, но и крушат тренажеры. Общее вроде как ничьи. Центральная палка. Мы хотим, чтобы было там чисто, красиво, светло. Мы требуем жителей. Требуем с кого? С власти. С депутатов. Не важно. Требуют все научились. Вопрос резонансный. Вспомнили про разбитые фонари на набережной. Выкорчеванные лавочки в новом парке бежатся. Воспитывать и приучать беречь. Призыв депутатов. Это общедоступные места. Мы специально это делаем. Парки для этого существуют, чтобы не ходили туда. Люди должны отдыхать, но и за собой смотреть. Урна, значит, туда нужно кинуть. Заниматься, значит, пожалуйста, занимайся на турнике, а не гадить. И самое главное, не боя отца. И делать замечания этим людям. Делать замечания. Я вам сказал, что там были не дети, там были взрослые люди. И они видели. Что-то проломило. Ну все, уже проломило. Сейчас будет дождь, вода. Все, до свидания. Нет площадки. Сейчас надо ее переделывать. На площадке инсталляция реально патриотическая, которую разбили. Вот. Абсолютно верно. Сергей, кого мы тут воспитываем? Да мы не воспитываем, мы говорим под камеру и обсуждаем эти вопросы. Кого воспитываем? Себя мы воспитываем. Это вечная проблема. Это крик души людей, которые сами вкладывают и сами это делают. Еще одному поручению не дали забыться. Распоряжение губернатора выделить деньги на спортивную форму юным футболистам. Две тысячи комплектов. Да, был же составлен список спортивных школ. Они предоставили нам заявки. И деньги были перечислены спортивным школам. Форма должна была быть им приобретена. Нет, нет, слово «должна быть» и... Ну, это деньги не в нашей программе. Я же не про деньги спрашиваю. Я говорю про форму. Можете сказать, приобретена или нет? Ну, если деньги выйдут. Сергей Сергеевич, уточню. Ну, уточните, потому что... Я знаю, что многие спортивные школы звонили и спрашивали по этому вопросу. То есть приобретается. А приобрели ли все, это я могу уточнить. Сейчас пока не могу сказать. В конце августа деньги ушли в районы и муниципалитеты. А вот как распорядятся ими на местах – вопрос. Пока же от юных футболистов брянского партизана была жалоба – формы нет. Пока наш начальник управления не начнет спрашивать. Покажите мне спортивную форму, вам деньги перечислили. А ее нет. Часть главных муниципальных образований на это дело направили, а часть просто погасили налоги или заплатили заработную плату. Я правильно говорю? То есть здесь может быть такая ситуация. Управление. Ну про что я сейчас и говорю. Поэтому, Ирина Алексеевна, давайте-ка мы запишем в решение нашего комитета спросить на сегодняшний момент, вот на сегодняшний момент, по факту, что приобретено. Депутаты приняли к сведению, выполняются ли госпрограммы в части физкультуры и спорта, жилье молодым семьям, а проект с каждым годом увеличивается. Туристические перспективы. В декабре в области ждут рекламный информационный тур. И где будут работать активисты стройотрядов. Мария Сергеенко, Иван Дюрев, События Брянск.